Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Вабонгеймс. Что ж, у нас продолжается Кубок Гагарина 2021. И в прошлой серии мы с вами посмотрели на противостояние Акбарса и Салавата. И в том видео большое количество людей попросили сделать матч ЦСКА Локомотив. Поэтому сегодня мы будем следить именно за этим противостоянием. Ну а если вы по-быстрому наберете полторы тысячи лайков и напишите в комментариях, какую следующую игру вы хотите видеть на нашем канале, то как только нужное количество лайков набирается, мы сразу выпускаем новое видео. ЦСКА и Локу уже одну встречу провели, и Локомотив там оказался сильнее. Но так как вы до этого просили меня, чтобы я делал противостояние, начиная со счета 0-0, то именно с этой отметки мы сегодня и будем стартовать. Кстати, а вы хотите себе тысяча фрибетов без каких-либо вложений? Такое возможно только у компании Бэтбум. Поэтому вы можете перейти по ссылочке в закрепленном комментарии и воспользоваться промокодом ВАБОН для того, чтобы получить эти тысячу фрибетов и спокойно ими воспользоваться. Тем более сейчас разгар Кубка Гагарина, и я собираюсь часть этих фрибетов использовать на матче Авангард против Магнитки. А делаю я это в лучшем приложении, по мнению Спорта России, от компании Бэтбум. Регистрация займет у вас всего лишь 15 секунд. Ну и не забывайте воспользоваться промокодом ВАБОН, потому что этим вы очень сильно поддержите наш канал. Удачи! На ваших экранах составы играющих команд, рейтинги игроков и формы с логотипами, которые вы можете сами создать в NHL21. Ну а мне помог все это сделать парень по имени Дамир. Ссылка на его канал тоже есть в описании, поэтому переходите, подписывайтесь на него и передавайте привет от ВАБОНчика. Что ж, мы с вами друзья на ЦСКА-арене. Локомотив в первом матче будет играть в гостях именно на этом стадионе. И понятно, что в Москве будет сумасшедшая поддержка у команды, которая стала лучшей на данный момент в регулярном чемпионате. Галкиперы представлены перед вашими глазами. Ну и скорее всего эти вратари будут бессменно играть всю серию. И ЦСКА, естественно, в атаке и сразу же, практически в самом начале первого периода, первой встречи, Слепышев открывает счет в этом матче. Антон под номером 9 играет этот парень, если вдруг кто-то забыл с передачи Андронова. Открывает счет в первом противостоянии. Давайте посмотрим, как это было. Идеальный бросок под перекладину у него получился. Ну и через несколько минут еще одна шайба. Только теперь от Андронова залетает в ворота паровозов. И, конечно, такое обескураживающее начало для Локомотива. Но Локомотив не собирался отсиживаться в обороне. Вот и их ответная шайба в этом же периоде. Счет уже 2-1 становится. Удается гостям сократить отставание. Давайте посмотрим еще раз на повторе, как это было. Идеальный, конечно, здесь бросок в девятку. Ну и первый период у нас оказался очень голевым. Еще одна шайба от гостей. Тем самым сделали они счет 2-2. Вот так вот интересно развивается у нас самый первый матч в этом противостоянии. Здесь тоже классный бросок из-под защитника в открытый угол. Второй период стартует. Локомотив обороняться здесь. Вновь вынужден в самом начале периода. Точнее уже в средине второго периода. И пропускают железнодорожники. Вот такую вот шайбу. Слепышев делает дубль уже в первом матче. Сейчас мы с вами посмотрим на повторе, как здесь классно разыграли армейцы все. И такой вот чистый, чисто хоккейный гол у них получился. Здесь смотрим еще на опасные моменты, которые были во втором периоде. И забитые шайбы. Но период так и остался. С одной шайбой в зачетной статье. Да. Ну а третий начинается вновь с гола ЦСКА. Я так понимаю это вновь. Андронов, да, по дублю делают два хоккеиста-армейцев. Шесть минут до конца третьего периода. И здесь вновь шайба в исполнении красно-синих. И Андронов делает хет-трик. Как говорится, шапки бросать можно на лед. Вот так вот. 5-2 уже. Счет впереди ЦСКА. 2.30 до конца третьего периода. Пока говорим только третьего периода. Потому что локомотив сокращает отставание. Забивая очередную свою шайбу. Такой вот очень голевой матч у нас в первой встрече получается. Еще есть оставшиеся, да, минуты, секунды, точнее до конца периода. Но армейцы пользуются пустыми воротами соперников. И отправляют туда очередную шайбу. В итоге устанавливая уже финальный счет этого противостояния. 6-3 и 1-0. Армейцы впереди. Вот по нашему прогнозу, по нашей версии. Давайте теперь уже потихонечку переходить к противостоянию под номером 2. Которое также у нас состоится здесь на ЦСКА-арене. И понятно, что для москвичей домашние матчи, ну, спокойнее как-то складываются. Чего не скажешь, да, про реальное противостояние в первой встрече. После первого периода в матче под номером 2 у нас счет 0-0 оказался. Практически не было там опасных моментов. Вот во втором периоде команды разошлись. И смотрите, какие шансы возникают и у тех, и у других ворот. Гости здесь очень активно действуют. Но не могут никак Йохансона пробить. Не получается у них этого сделать. И после двух периодов счет прежний 0-0. А вот уже в третьем такая шайба залетает в ворота локомотива. Наш известнейший всем гол еще с НХЛ, по-моему, 19, да? Или 18, я не помню. Но в любом случае, вот такие вот шайбы до сих пор могут оказываться в воротах. И мы уже с вами видим концовку самого периода. Последние секунды в атаке вновь ЦСКА. И за 3 секунды до конца третьего периода счет становится 3-0. Слепшим очередную шайбу отправляет. Ну и, естественно, сирена. ЦСКА 2-0 в нашем прогнозе введут армейцы. И теперь мы уже с вами в Ярославль перемещаемся на арену 2000. Или арена 2000, как правильно говорится. И здесь локомотиву дома, да? Надо поагрессивнее действовать. Что и происходит в первом периоде. Смотрите, несколько уже подряд атак у них получается произвести. Но, опять же, забросить не удается. У ЦСКА тоже были шансы в первом отрезке. Но здесь тоже классно действовал голкипер. 0-0 в итоге после первых 20 минут. Смотрим на моменты уже второго периода. И какая была ошибка защитников локомотива. И ЦСКА в итоге этой ошибкой пользуются. Открывая счет, вновь Андронов забивает гол. Как будто бы у ЦСКА, да, только два хоккеиста существуют. И они на пару делают все, что хотят против своих соперников. Концовка второго периода у нас. В атаке локомотив и 1-1 счет становится. Вот так вот не собираются у себя дома легко отдавать матчи железнодорожники. И сравняли счет. Перед третьим периодом удалась тут им классная комбинация. Отличная передача на пятак. И там уже абсолютно спокойно этот пас замыкается. Что ж, третий период прошел практически без опасных моментов. Но вот концовка самая, самая концовка. Последняя минута периода. И локомотив забивает победную шайбу. В этом матче получается все-таки у них волевую победу одержать в этой встрече. Молодцы, что сказать. Последние секунды, правда, были еще здесь напряженными. И ЦСКА, естественно, устроил такую атаку на ворота по сквале. Но ничего у армейцев не получилось. В итоге с этим счетом встреча и заканчивается. 2-1. Ну и, естественно, радостные местные болельщики. И так же, как и хоккеисты, празднуют первую забранную себе встречу. И матч под номером 4 стартует у нас. Счет, напомню, 2-1 в пользу ЦСКА. И ЦСКА в первом периоде этого матча вот такую вот курьезную шайбу отправляют в ворота локомотива. Точнее, сами игроки локомотива отправляют эту шайбу в собственные ворота. Вот, посмотрите, какой здесь рикошет получился от защитника. Конец первого периода. И локомотив сравнивает счет. Ну, не совсем конец еще. Да, правда, были минуты. И, возможно, еще что-то случится у нас в первом этом периоде. Но нет, все-таки ничего не случилось. 1-1. Локомотив смогли счет сравнять. А вот в середине второго периода они выходят вперед. Вновь смогли собраться красные. Сейчас красно-синий. Это как раз локомотив. Потому что они играют дома. И уже повели со счетом 2-1. Отлично тут выстрел. Получился. И еще один момент. Но здесь Йоханссон выручает свою команду. Смотрим мы опасные моменты после двух отрезков. 2-1. Локомотив впереди. И давайте посмотрим, сравняют ли железнодорожники счеты. Или все-таки... Все-таки ЦСКА здесь сможет шайбу забросить свою. Что и удается сделать армейцам. 2-2. 2-2. Казалось, что преимущество на стороне хозяев. Но нет. ЦСКА своими шансами пользуется. Концовка третьего периода. Опасные атаки сейчас как раз таки в исполнении локомотива. Может быть получится на последних секундах вырвать победу. Бросок чуть мимо. И я так понимаю нас ожидает овертайм в этом матче под номером 4. Да, сирена звучит. Овертайм. Что ж. Овертайм. Чем же он закончится? Тут выигрывают вбрасывание ЦСКА. И сразу, посмотрите. Сразу отправляют армейцы шайбу в ворота по скуале. И счет становится в серии 3-1. Да, казалось, что локомотив сейчас зацепился за эту игру. Но нет. Не получилось. И мы перемещаемся вновь в Москву. Возможно на последнюю встречу этого противостояния. И посмотрите, как ее начинают. Эту встречу армейцы Слепышев с разворота. Очень круто отправляет шайбу в эти самые ворота локомотива. Делая счет 1-0. Продолжают атаковать армейцы. И уже 2-0. В середине первого периода. Вот так вот. ЦСКА решили не откладывать в долгий ящик свой проход дальше. Антон Слепышев вновь отличился. Еще раз смотрим на добивание здесь. Неудобный. Здорово положил шайбу уже в пустые ворота. Второй период. Конечно, локомотиву нужно кровь из носу сейчас пытаться что-то создать. И они пытаются вот эти моменты организовывать. Посмотрите, два подряд хороших эпизода возникает у ворот армейцев. Но вот на третий все-таки, все-таки эти самые ворота они поражают. 2-1. Что же, интрига живет. И, конечно, сейчас болельщики Ярославского локомотива пишут комментарии, как они хотят, чтобы продолжилась эта встреча до седьмого матча. Потому что надо подряд очень много выигрывать их команде. Самое главное не пропускать. Вот здесь вот классно у локомотива голкипер действует. И мы уже с вами перемещаемся в третий период. Счет прежний. 2-1. Атака какая опасная. И локомотив сравнивает счет. Вау. Вот это зарубы получаются у нас в этих противостояниях. Локомотив частенько вынужден отыгрываться. И даже, бывает, выходит вперед. И вот сейчас, сравняв счет, должны на какой-то волне, наверное, эмоциональной железнодорожники нестись к воротам соперников. Тем более овертайм, друзья. Да, овертайм очередной в этом противостоянии. Ну и давайте посмотрим, что получится у локомотива в этом овертайме сделать. Или ничего не получится. Есть бросок опасный, но на месте. Йоханссон. Вбрасывание вновь в зоне ЦСКА. Но здесь армейцы выигрывают это самое вбрасывание. Бегут в быструю контратаку. Ой-ой-ой, как шайба прошла. Бросок, добивание и гол. Вот так вот. Вот так вот заканчивается все это противостояние. Вот такой вот шайбой. Шайбой армейцы проходят. Ну, дальше. Конечно, понятно, что со счета 3-1 было бы тяжело локомотиву отыграться. Но все-таки два овертайма. Вот так вот обидно проиграть. Что ж, бывает. Болельщикам локомотива, говорю, не расстраиваться ни в коем случае. Потому что в реальном-то противостоянии ваша команда ведет со счетом 1-0. Но мы будем смотреть, сбудется ли наш прогноз или нет. Ну, а болельщикам ЦСКА, говорю, поздравляю. А дальше давайте следить уже за тем, что будет выходить на нашем канале. И новые противостояния, какие мы с вами увидим. Вы напишите об этом в комментариях. Ну, и, естественно, за самим реальным Кубком Гагарина мы тоже наблюдаем. Прошу вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео, нажать в колокольчик и воспользоваться промокодом ВАБОН по ссылочке в закрепленном комментарии. Всем спасибо и пока.